Здравствуйте, дети! Я очень рада вас видеть. Сегодня мы проведём урок литературного чтения на тему «Леса. Чудеса». На сегодняшнем уроке мы научимся составлять план на основе последовательности событий, определять поэтический текст. Ребята, послушайте внимательно, пожалуйста, эти звуки. О чём вам говорят эти звуки? Правильно, ребята! Пение птиц, вой волка, шум природы леса – это чудесные звуки леса. А сейчас разгадайте слова и соберите высказывания. Молодцы, ребята! Здесь написано «Лес – наше богатство». А теперь подумайте и скажите, почему мы называем лес нашим богатством? А ответ на этот вопрос мы найдём в конце нашего урока. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством замечательного писателя, поэта Генриха Вениаминовича Сабгира. Писать юный писатель Генрих пробовал ещё в детстве, в начальных классах школы. Он опубликовал много произведений, которые нравились и детям, и взрослым. А сейчас очень внимательно послушайте произведение Генриха Сабгира «Леса чудеса». Леса чудеса В леса чудеса мы поедем с тобой. Там бродит у озера лось голубой. Там чащу хвостом подметает леса, чтоб чистыми были леса чудеса. В леса чудеса мы поедем, там встретимся с умным медведем. Заглянем к сове в дупо, в дупле у совы тепло и светло. Две лампы, два глаза совиных, и тут же диван на пружинах. Рассядемся я, и ты, и медведь, и будем песню лесную петь. Ель берёза, дуб сосна, солнце, звёзды и луна. Дуб сосна, берёза, ель, солнце, дождик и метель. А после я приглашу сову, и все мы отправимся в гости ко льву. Живёт он под горкой в пещере. Лев добрый табличка на двери. И добрый лев тебе лапу подаст и промурлычет. Здраааааааааааааа. И смело ты можешь погладить льва, только спроси позволения сперва. А хочешь, с оленем в пятнашки играй, ведь это такой удивительный край. Не обижает никто никого, все любят пятнашки и прятки. Но больше всего, но больше всего, там любят стихи и загадки. Туда мы отправимся, ты да я, только с собой не возьмем ружья. И дома оставим твой старый пугач, там первый закон, никого не пугать. Висит объявление у самой опушки, вам, пугачи, рогатки, хлопушки, вход в эту сказку закрыт навсегда. Скорей собирайся, поедем туда. В произведении нам встретились новые слова. Пятнашки – детская игра, в которой один из участников бегает, бросая в других мечом или догнав, касается рукой салки. Пугач – детская игрушка в виде пистолета, стреляющего пробкой. Ну а сейчас вам необходимо провести работу над текстом. Если вы прочитали, ребята, начнем с первого задания. Подумай и объясни. Лиса-чудеса – это рассказ, стихотворение, сказка, прозаический текст или поэтический текст. Правильно. Молодцы, ребята. Лиса-чудеса – это небольшое поэтическое произведение в стихах. Следующее задание. Определите последовательность событий в стихотворении. Только не торопитесь, внимательно подумайте. Молодцы, ребята. Вы правильно определили последовательность событий. Следующее задание. Вы должны разделить текст на части с помощью вопросов. Первый вопрос. Кто первым нас встречает в лесу? Молодцы, ребята. Первым нас в лесу встречает лось. Бродит у озера лось. Следующий вопрос. Где и с кем споем лесную песню? Верно. С медведем в дупле будем лесную песню петь. Третий вопрос. Кому мы дальше отправимся в гости? Молодцы, ребята. Мы отправимся в гости ко льву. Четвертый вопрос. Что любят делать жители лесного края? Да, верно. Верно. Все любят пятнашки, прятки, стихи и загадки. И последний, пятый вопрос. Какие законы в чудесном лесу? Вы верно ответили на все вопросы и составили план поэтического текста. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, давайте поразмышляем. Мы с вами побывали в сказочном лесу. А как же сделать так, чтобы и наши леса были такими же прекрасными и красивыми, как в сказке? Создайте правила поведения в лесу. Молодцы, ребята. Вы правильно создали правила поведения в лесу. Если же все люди на земле будут соблюдать эти правила, то и наши леса будут такими же прекрасными и красивыми, как в сказке. Для этого мы должны сами соблюдать все эти правила и учить других людей. Ребята, если вы внимательно слушали, прочитали внимательно, то вы без труда ответите на все эти вопросы. Тестовые задания. Выбирайте один правильный ответ. Работаем в тетради. Первый вопрос. Кто бродит у озера? Выбираем один правильный вариант ответа. Второй вопрос. Кто подметает чащу хвостом? Третий. У кого в дупле тепло и светло, диван на пружинах? Четвертый вопрос. О каких деревьях поется в лесной песне? Пятый вопрос. Кто живет под горкой в пещере? Следующий вопрос. С кем можно поиграть в пятнашки? О каком запрете говорится в объявлении? И восьмой вопрос. Какой закон существует в удивительном краю? Надеюсь, ребята, вы все правильно ответили на вопросы. Проверяйте свои варианты ответа. Молодцы, ребята! Домашнее задание. Выучить наизусть стихотворение «Леса чудеса». И второе. Используя дополнительные источники информации, составить список животных, которые обитают в лесу нашей местности. Выбирайте одно из двух заданий и готовитесь к следующему уроку. Ребята, наш урок подошел к концу. Оцените, пожалуйста, свою работу. На уроке я работал активно, пассивно. Своей работой на уроке я доволен, недоволен. Урок для меня показался коротким, длинным. За урок я не устал или устал. Мое настроение стало лучше, стало хуже. Материал урока мне был понятен, полезен, интересен, легким. Или же непонятен, бесполезен, скучен, труден. Оцените свою работу и отправите мне в личку. Молодцы, ребята. Всем спасибо за урок. До следующей встречи.